Ира царь, несмотря на то, что он был такой очень влиятельный, очень большой властитель, богатый, он был как рад мелкий, трясущийся, боящийся от всех этих страхов. Поэтому Сатанам сказал, вот ты слышал, что царь Иудейский рождает, рождается в Еврееме, вот он заберет у тебя царство, заберет твои дети, заберет твои пары, поэтому надо убить. А Иру в это время было 70 лет уже человеку, 70, и в 70 лет он никакой мудрости не стяжел, и как-то вроде все и в 70 лет родило трясло, а вдруг деньги потеряли, а вдруг потеряли, уже одного в могиле стоя, а в те времена надо 77 лет дожить. Это как в нашем городе 140, люди жили мало, где было такое медицинское, и он все 70 лет боялся, что деньги потеряли, и власть потеряли, знаете, уже в могиле стоял, уже скоро его похоронил, он все боялся, что деньги потеряли. И вот, вот насколько страсти нас поражают, овладевают наши души. Человек уже еле ходит, еле дышит, еле видит, еле слышит, уже ничего, уже плохо соображает, а страсти в сердце бушует. Все ему хочется отмудать, денег, сребролюбие, власть, все он ревнует, все он завидит, все он осуждает. Вот что в сердце действует. Поэтому очень важно очищать души от наших страстей. Во-первых, узнав, что вас выйдут на поклонение Господу нашему Иисусу Христу, он сказал им, идите и разведайте то, что в нем находится, и мне скажите, и я приду ему поклонить. То есть солдал, потому что когда человек живет в страстях, в страхах, он и лжет, и от банок, что он только не делает, чтобы достигать своих целей, чтобы быть во власти сатану. Сатана управляет, ездит на нем, и везет туда, давай логи, давай тревоги, давай осуждай, давай убивай, давай убивай, давай что хочешь делать, потому что я тот Господин, я на тебя езжу. И вот ездящий сатанат на Ироди за Волхвам, на лги, сказал им, на лги Волхвам, что ты пойдешь в Волхвам, что ты пойдешь в Волхвам, и ты сам узнаешь, где Господь пройдешься, и ты пойдешь в Волхвам. Волхвам, как у них ангел-хранитель, вел их к Господу, и ангел-хранитель им сказал, что идите другим путем, ангел Божий, не возвращаясь к Ироду. Он не в добрых намерений хочет узнать, где родился Господь. И они пошли в другую сторону, в свою сторону возвращаясь. Ирод узнал, что был порога от Волхвов, то есть, мол, вы не послушали его, и поступили по воле Божьей, не по воле. Он послал свои воины и убить всех младенцев, которые до 14 тысяч уничтожено, убитых до 3 лет и меньше, от рождения до 3 лет, всех младенцев. Чтобы среди этих младенцев, возможно, убить и царя в лесах Господа, нашего Иисуса Христа, который Господь не претендует на власть земную и на чудо-царскую власть. Ибо Господь, и Царство Божие не от мира сего, говорите нам Господь, а Царство Его Тебесное. Он сам ставит царей и убирает царей. Каждый царь в любом народе поставленный Богом. И поэтому тот, кто противится земному царю, земному властителю, он Богу противится. Бог его поставил, а человек бегает и пытает революцию. Вот как мы с вами сделали революцию, когда противились земному царю. Поставленный Бог. Захотели, чтобы получше жития, повкуснее кусок кушать захотели. Захотели, чтобы не было никого, кто талантливый нас, умнее, работоспособный. Захотели, чтобы лентяи и трудя готовы получали одинаково. Вот этим басням, поверьте, до сих пор выхлебать не можем. Уже больше ста лет прошло, а мы всю вот эту грязь едим и едим, все, идем неизвестно куда. Убили один раз царя, один раз провелись в революцию строить. Уже развалились, да нельзя. И перевоевали друг друга. Одна огромная страна. Вот это вот, как мы отвечаем, уже правнуки отвечают за глупость, за бедного творчества своих прадедов, прабабушек. Которые рушили церковь в 17-м году, убивали царя и строили сверху жизнь, кому неизвестно. Правнуки, праправнуки выхлебают, если не подниму. До которой нищеты, позора и разорения дошла наша великая, самая великая страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова